После первого самого сложного этапа привал и обед. Расслабляться участникам сильно не приходится. Параллельно надо ознакомиться со следующим этапом и получить задание. Так, 10-й. 11-й. 11-й-й-я. 13-й. Первый этап оказался, пожалуй, самым сложным. Необходимо было за 4 часа собрать по городу наибольшее количество очков, найти тайники, контрольные точки, обязательно все сфотографировать и вовремя вернуться. А это оказалось не так-то просто. Ну, наверное, кто-то заблудился, искали. По-разному все было. Сейчас мы посмотрим фотографии. Ну, не все успели вернуться. Обязательно было контрольное время финиша. Час дня. Несколько команд не успели вовремя приехать. У кого-то часы не так остановились, не вовремя. Они не следили за временем. Кто-то далеко уехал, не успел вернуться. Но главная причина опозданий, признаются некоторые участники, по большому счету, меркантильная. Да не застряли, мы пожадничали скорее. А поехали? Поехали, думали, побольше возьмем, но обратно не успели вернуться. А где именно? На Гресс мы поехали. Заработали много, но мы опоздали. На 10 минут примерно. Поэтому, наверное, обнулят, а может штрафные очки, надеемся, им дадут. То есть по этому настроения нет? Ну, как бы да. Расстроились немножко. Все команды могут подойти за флешкой. Тем не менее, те, кто не сошли с дистанции, настроены в любом случае пройти все испытания до конца. И вот тут проехал, выехал на дорогу. Ты понял, как? Да, да, да. А вот это? А здесь уже пошел спецучасток. Вот здесь нам дают карту. Мы погнали. До старта еще остаются минуты, чтобы передохнуть, и большинство времени не теряет. Чем больше участникам, тем больше у нас выделяется денег на мероприятие. То есть именно для организации питания и всего остального. Призовые. Да, призовые тоже достаточно большие. Да. Но я думаю, не это главное. И не это приводит участников сюда. Именно интерес. Спортивный интерес. И желание победить и показать себя. Итак, первыми стартует команда «Колибри». И, судя по всему, фальшстарт за их очарование им простителен. Старт. Внимание. Борь. Зато, скорее всего, на следующем велоориентировании они будут куда увереннее. Ведь в любом деле опыт – штука полезная. Спереди у этих ребят полтора километра. Самое, что ни на есть, натуральная лесной трасса. И десятка тайников, от которых напрямую зависит результат каждой команды. После чего, по всей видимости, большинству из них предстоит начать подготовку к самым крупным туристическим соревнованиям «Сургутнефтегаза» – «Робинзонади». Состоится она традиционно в конце августа на берегу живописной реки Трамаган. Виталий Туропов, Дмитрий Самбур, телерадиокомпания «Север».